Фоксфильм Фоксфайр, Бертон Черчилль и другие Режиссер Джон Форд Сценарий Дадли Николс и Ламар Тротти Оператор Джордж Нейдерман Монтаж Алда Гайтана Композитор Сэмуэль Кэйлин Начало 90-х Река Миссисипи Гордость под юг Дети мои, я хочу вывести вас из темноты Обратите силы свои против своего злейшего врага Пьянства Благословляю вас Когда-то я был таким же грешником, как ты Ты знаешь, о чем я говорю Ты несчастен Ты заблудший человек Я был рабом демона спиртного Сыном ада Да, господа, да Но этот бант спас меня Он открыл мне глаза И сделал меня человеком Поднимите вверх руку и поклянитесь Клянусь отказаться от спиртного навсегда Но что я вижу? Что я вижу в твоей руке? Остановись, несчастный Не оскверняй меня этим Мы похороним этого злого демона Под названием Ром В мощных водах реки Миссисипи Я клянусь Итак, сын мой С этого момента алкоголь больше не коснется твоих губ И я его тоже не коснусь Благословляю тебя И Господь нас всех благословит Посмотрите, знаете, что изображено на этом рисунке? Молодая цветущая индианка Ее звали Покахонтас Однажды она спасла Джона Смита Вы что, не знаете эту историю? Я вам расскажу Однажды Джон Смит пришел к ней для того, чтобы она дала ему лекарства Она делала разные настойки на горных травах и коренях Но девушка отказалась дать ему этот рецепт, пока он не женится на ней И ему пришлось жениться Напрасно смеясь, это очень интересная история Сейчас я держу эту бутылку в руках Этот рецепт прошел из поколения в поколение От одного Смита к другому И так он оказался у меня Он достался мне от моей прабабушки, которая была одной из Смит Моя бабушка тоже, доктор Что-то я сомневаюсь в этом Посмотри на меня, друг Посмотри, ты так плохо выглядишь Ты болен и не знаешь об этом Да, я чувствую себя неважно, доктор Мне достаточно только взглянуть на тебя Ну-ка поднимись сюда Мы с ним не друзья-приятели, так что я о нем ничего не знаю Когда приходит весна и наступает начало сева Ты чувствуешь себя усталым и разбитым Вы правы, доктор Я-то знаю, что я прав У тебя просто весенняя усталость Знаешь, что это такое? Единственное лекарство от этого Моя настойка Ты не сможешь работать Сделай даже минимальное усилие Пока бутылка не будет пустой Это очень хорошее лекарство И что, я даже не смогу дров напилить для своей родственницы? Конечно, нет Тебе будет очень сложно это сделать Я беру эту бутылку Бутылка стоит 50 центов У меня нет сдачи с этого доллара Ну, ты, наверное, возьмешь две бутылки На всякий случай Для своих друзей К тому же у тебя наступит усталость летом А это поможет тебе вернуть силы Кто хочет еще бутылку? Не толпитесь, не толпитесь У меня еще много Это поможет вам отдохнуть и расслабиться Как только почувствуете усталость Сразу освобождаете бутылку Ну, кому еще? Господин доктор, дайте мне одну бутылочку Берите, берите, это очень хорошее лекарство Остались только маленькие по 10 центов Но можно взять 4 в одни руки Вы сразу почувствуете, как уйдет ваша усталость Да, точно Добрый день, капитан Ильи Добрый день, доктор Как ваши дела? Зачем вы это делаете? Я хотел поприветствовать мой корабль Королева Клэримор Ну, он у того берега А мы его видим Дайте еще два гудка Четыре гудка Это двойное приветствие Нет Нет, так приветствуют еще не затонувшие, но уже умершие корабли Послушайте, не надо смеяться над этим кораблем Дюк и я купили этот корабль Мы с ним будем делать бизнес на реке Дюк? Это ваш племянник? Да Держу паре, это очень стоящий парень Я думал, он в Мемфисе Да, он был там, работал первым пилотом Он закончил с этим Сделает последний рейс и присоединится ко мне Дерево оставили медицину Пароходство, это не ваше дело Эй, Минг, бери к правее Дай я порулю Даже если Дюк хороший парень Что вам делать вдвоем на пароходе? Дюк будет управлять им А я буду дергать загудок Слушать шум реки И его старые байки Думаю, что Дюк приведет его в порядок Может быть, даже он сможет выиграть соревнования на Баттон Рух этим летом А я об этом не думал Неплохая идея В прошлом году Королева Квин выиграла эти соревнования И заработала 84 доллара Я думаю, что Дюк справится Да, но чтобы заключать пари Надо поставить какую-то сумму на кон Да Ну, пускай залогом Залогом будет пароход Да, точно Пароход Ну что, по рукам тогда Пароход подойдет До свидания, братья мои Разве вы не высаживаетесь на берег, брат мой? Здесь столько грешников Имя владел дьявол алкоголя Нет, я остаюсь Я должен плыть дальше Я не могу бросить капитана Он опять вернулся к греху Я буду сопровождать его до Мемфиса и обратно Это правда? Вы плывете в Мемфис? У меня там есть племянник Он будет работать на моем корабле Если нужно, он может помочь вам сражаться против грешников Это лучший борец страны Его зовут Дюк Он работает первым пилотом в летной компании в Мемфисе Я бы хотел, чтобы вы объединились Да, сэр Я разыщу его Обязательно Это очень хорошо Потому что одному мне здесь не справиться Давайте побыстрее, ребята У нас нет времени Благословляю вас Да не покинет вас вера Спасибо, святой отец Вы мне очень помогли Я больше не нуждаюсь в алкоголе Эй, доктор Не уходите далеко Надпись на пароходе Не входить У меня осталось все две бутылки Это стоит доллар У меня нет денег, доктор Но я могу отработать Отработать? А что ты умеешь делать? Я инженер паровых котлов Ты инженер паровых котлов? Что, серьезно? Ну, заходи, приступай к работе Добро пожаловать Ну, что скажешь, инженер пара? Скажу, что здесь очень много крыс Они делают большие дырки Да, вид у него пока что не очень презентабельный Но не забывай, что корабли на паровых котлах Это как женщины Когда они идут вверх по течению Все на них любуются Они красавцы Но когда на них никто не смотрит Они превращаются в рухлядь И никому не нужны Да, работы здесь много Придется повозиться Но с таким опытным человеком Мы сделаем из этого корабля конфетку Да, конечно Он будет у нас не просто блестеть Он будет блистать Мы его покрасим Приведем в порядок Уберем здесь Вот швабры есть Курица в котел Да, доктор Но вы сказали, что нельзя приступать к работе Пока не выпьешь Покахонтес Да, первую бутылку упиваешь Но потом начинаешь работать Только тогда наступает польза для организма Нам надо поторопиться Потому что Дюк может приехать любой день И если он это увидит О, смотри, капитанская шапка Я похож на капитана? Да Нет, нет, нет Не выбрасывайте ее Мы обязательно купим бляху И напишем здесь Главный инженер Хеффе А если останется место Допишем еще Офицер первого ранга Отлично Ну что, давайте работать У нас мало времени Кто там? Это ты, Дюк? Здравствуйте, дядя Джон Ты немного опаздал, не так ли? Да, дядя Джон Кто это? Это Флетти Бейль Дядя Джон Кто это за марашка? Твоя девушка? Да, дядя Джон Но среди бедных людей тоже бывают хорошие люди Ты странно выглядишь, Дюк У тебя что-то случилось? Да, дядя Джон Случилось несчастье Какое несчастье? Я убил человека Ты сделал это из-за нее? Да, сэр Можно в Флетти сесть и обсохнуть Почему нет? Половина корабля ведь принадлежит тебе Сядь, Флетти, отдохни Вы ведь ничего не ели, правда? Если честно, то было бы хорошо, если бы ты покормил Флетти Она очень голодна Тут есть немножко еды Я приготовлю вам горячий кофе Если хотите, можно сделать еще яичницу с беконом Когда ты ее подобрал Не так давно, если честно Мы были в Блю Боттен Бэй Заготавливали древесину К нам приплывали люди с болота Я всегда приветствовал их дружески Но они никогда не отвечали на приветствия Они всегда приезжали одни Без своих жен Потом я увидел Флетти Я сперва думал, что это парень У нее такая униформа Однажды, когда я днулся в фисток Она помахала мне рукой Но подошел ее отец И ударил ее После этого мы каждый день виделись Но его люди узнали про это И отец избил ее еще сильнее И после этого она сбежала Ты что, убил кого-то из ее родственников? Нет, сэр А кого? Одного инженера из Мемфиса Он нашел ее в лодке, где я ее прятал И начал преследовать ее Ты знаешь, я умею держать себя в руках Но злость во мне закипела И начала расти, как нарыв Мы начали драться Мы дрались очень отчаянно Потом он достал нож Мне ничего не оставалось, как только взять ружье И я выстрелил ему в руку Но потому, как он упал Я понял, что он мертв Ну, это же была самозащита Вас кто-то видел? Есть свидетели? Нет, никого Никого, кроме проповедника Он привык к нам, чтобы читать проповеди Я знаю его Мы ехали с ним на одном корабле Я передал ему сообщение для тебя Он говорил тебе что-нибудь? Да, он говорил мне Но он видел вас? Да, он нас видел Все происходило на его глазах И он ни в чем меня не обвинил Он только много молился И посоветовал мне сдаться Я ничего не понимаю в религии Но думаю, что он прав Тебе нужно сдаться Любой суд присяжных тебя в этой ситуации оправдает Тем более у тебя есть свидетели Пойдем, сядь, поешь что-нибудь Ты голодный Поддохните А завтра мы пойдем к шерифу И ты сдашься Нет Он не будет сдаваться И не пойдет в полицию Послушай А кого интересует твое мнение? Ты кто? Ты уже достаточно натворила Так что сядь и поешь что-нибудь Потом поговорим Он сделает то, что я сказал Он знает, что мне можно доверять Нет Он не сделает, что вы сказали Вы не знаете, какое решение примет судья Никто не нанесет вред Дюку Сядь Он прав, Флетти Нам нет никакого смысла убегать и прятаться Мы же пришли сюда, чтобы избежать опасности на болоте И что, теперь пойдем в полицию? А что они его там? Повесить, что ли? Они просто должны дать законный ход этому делу И все Не слушай его, Дюк Если ты пойдешь, у тебя будут большие неприятности Хватит говорить об этом Она думает о своей безопасности А не о том, что ты убил человека Вы ничего не понимаете Я люблю его Я не позволю, чтобы его арестовали и забрали от меня Успокойся, Флетти Ты не понимаешь, Дюк Нам незачем идти в полицию Если мы будем на этом корабле Нас никто не найдет Да, но я хочу, чтобы все было честно Я не виноват, меня оправдают Мы будем свободными и сможем пожениться И тогда уже будем спокойно плавать на этом корабле Если ты не уйдешь со мной сейчас Мы больше никогда не увидимся Давай, сынок Мы должны пойти к шерифу Оставьте его в покое Успокойся, Флетти Давай, я знаю, что я делаю Просто вы меня ненавидите Почему вы не хотите понять меня Ну, что ты решил? Я иду, дядя Джон Я тебя очень прошу Дождись моего возвращения Руф Руфи Может дома никого нет? Нет, я точно знаю, что он спит наверху Надо его разбудить Руф Что происходит, черт возьми? Ради всех святых Что вы здесь делаете в такой час, доктор? Почему вы будете людей среди ночи? У меня к вам срочное дело Руф Дюк убил человека Убил? Кого он убил? Я знаю этого человека? Его зовут Большой Стив Никогда о таком не слышал Руф, ты мог бы спуститься поговорить? Нет, я не буду спускаться Поговорим завтра Подождите, я брошу вам ключи Лови, дюк Откройте дверь пристройки и располагайтесь Выбирайте любую кровать, которая понравится А ключи потом повесите на крючок Спокойной ночи Утром поговорим за завтраком У него такие убийства каждый день Он, наверное, устал Решил отдохнуть Но ничего, завтра разберемся Эй, ты! Как тебе там? Девушка? Спускайся, ужин уже готов Можешь присесть Садись Хватит мне указывать Я не позволю вам командовать мной Я знаю, что вы меня ненавидите Но мне это абсолютно не важно Дюк просил, чтобы я здесь остался Я это сделаю Как только его освободят, мы уйдем отсюда Может и больше не беспокоиться Ты, может, и уйдешь, а он останется А я говорю, уйдет Ну что ж, посмотрим Я думаю, я лучше в этом разбираюсь Я-то вижу разницу Между человеком с реки и человеком с болота Эй, эй, девочка, полегче давай А ты ничего смелая Собственно говоря, я в этом и сомневался Да, ты меня каждый раз чем-то удивляешь Они здесь Ты сейчас же вернешься домой Я не собираюсь ехать домой Ты будешь серьезно наказана За то, что убежала с человеком с реки Ты опозорила меня перед твоим отцом Не знаю, смогу ли я жениться на тебе После того, что случилось Вы женитесь, Бен Но только после того, как папаша выпарет ее Ты это не сделаешь Прикуси свой язык Может, со мной сперва поговорите Вы можете притащить меня в Дом Силы Но вы не заставите меня выйти за него замуж Никогда Я снова убегу И буду убегать до тех пор, пока ты не убьешь меня Послушайте меня Ты никуда не пойдешь А вы еще кто такой? Вы почему за нее заступаетесь? Это не грех Убежать с человеком, которого ты любишь И никто не заставит меня вернуться домой Вы слышали ее? А теперь уходите отсюда Думаю, надо с ним разобраться Сейчас я сам с тобой разберусь Никакой человек реки не будет говорить мне, что делать Я ее отец Имею полное право распоряжаться ей Только Дюк имеет такое право Я ее отец А Дюк ее муж Потому что Потому что она и Дюк Поженились Да, они поженились И она его жена Он все лжет, папа Теперь я точно не женюсь на ней Мне не нужна бывшая жена моряка А она за тебя и не собиралась Так что все нормально Так, ну а теперь Я уже достаточно выслушал оскорбление в мой адрес И попрошу теперь Очистить мой корабль Да Выходите все Она теперь не ваша дочь И не ваша подруга Она жена Дюка Пошли вон отсюда Папа, твои ботинки А ну пошел отсюда Быстро наверх Да Хороши у тебя родственнички Я должна быть вам благодарна за все Благодарна? Конечно Но я тоже должен быть благодарен тебе Благодарен Мясо испортили Эй, что это? Ты меня слышишь? Я спрашиваю, что на тебе надето? Ты не можешь идти в этой старой скатерти в суд? У тебя есть что-нибудь другое? Тебя могут принять за бродяжку? Эту одежду, в которую ты пришла, ее тоже нельзя одевать? А Дюк путает в ней тебя с парнем, что ничего нет? Ну-ка, посмотри. Так одеваются американцы. Ну что, тебе нравится? Это платье раньше принадлежало матери Дюка. Она была самой красивой женщиной из всех, кого я знал, хоть и была моей сестрой. Она была тонкой, хрупкой девушкой, как ты. Ну вот, опять из-за тебя бекон сгорел. Эх, женщины. Вы вечно думаете только о нарядах. Мистер Джон, как вы думаете, они не заметят, что я девушка с болота? С болота, в такой одежде? Нет, теперь уже нет. Сейчас ты похожа на девушку из большого города, такого как Питтсбург. Эта одежда сделана в Мемфисе. Тоже большой город. Вы думаете, Дюку это понравится? Понравится? Да я думаю, что в этой одежде он не сразу и узнает тебя. У Дюка будет теперь две возлюбленных. Две? Да, две. Ты и королева Клэримор, наш пароход. А нам надо спешить. Пойдем-ка побыстрее. Это моя вина, что его посадили. Надо бы позволить вам убежать, как вы говорили. Ты была права, что судья может решить по-другому. Я всегда верил в справедливость, в разумные решения, а закон обходится с нами по-другому. Дюк вас ни в чем не обвиняет, дядя Джон? Он нет. Но ты, наверное, обвиняешь. Я никого ни в чем не обвиняю. Ну что, доктор, я вижу, вы недовольны решением суда? Конечно, нет. Какой вы адвокат, если не смогли даже защитить его? Что я могу сделать судьей, когда он выносит такое решение? Это совсем не моя вина. Вы видели, как они построили процесс? Эти люди с болот таят на меня злобу с тех пор, как я продал им эту землю. Я же не виноват, что река затопила их? Да, но вы должны были разыскать свидетелей самого главного по делу. Если бы сейчас он был здесь, то Дюк бы был на свободе. Мы ничего не сделали для этого. Не стоит так переживать. Его же еще не повесили. Мы еще можем подать апелляцию, дело может пойти в другую сторону. Нет, нет, я знаю, что сделаю. Я просто поеду в Баттон Руш и найду хорошего адвоката. Тот сможет заняться этим делом. Он найдет свидетеля, и мы освободим Дюка. Вы знаете, сколько стоит Баттон Руш хороший адвокат? Минимум 500 долларов. 500 долларов? Да, это большие деньги. Если его жизнь не стоит 500 долларов, тогда ничего не стоит. Вы поедете в Баттон Руш и найдете самого лучшего адвоката. А я найду эти деньги и заработаю, так или иначе. Пойдем, дорогая. Эй, доктор, приветствую вас. А, привет, Руф. Ну что, как там у Дюка? Я слышал какие-то проблемы. Все хорошо. Пока не повесили его. Да я тебе точно говорю, его не повесят. Да? Будем надеяться. А что это у тебя там? Учитель Мэрвел сбежал и оставил это за долги. Ты помнишь, он же был должен всему миру. Заходите, посмотрите. Это вас немножко развеселит. Там есть мертвая рыба, которая зовется Китом. Еще одна смешная рыба, которая похожа на нашего карпа, но вся в колючках. Проходите, проходите. Здесь очень много экспонатов. Начиная с Хуан Батиста до короля Англии. Есть даже Крохотная Ева. Вон там сидит. А также старый дядя Том, лучший стрелок на свете. Ты знаешь историю Евы? Нет, не знаю. Не знаешь? Я тоже не знаю. О, посмотри-ка сюда. Это же Даниэль Бун. Да, это Даниэль Бун. Ты знаешь историю Даниэля Буна? Да нет, не знаю. Я тебе как-нибудь расскажу. Это потрясающе. О, это что? Держу пари, что это старая щейка шерифа. Осторожно, доктор. Не ожидали? Посмотрите сюда. Видите эту статую на коне? Эту? Да. Это Олес Грант. А это женщина, которая держит лошадь под усы. Это Виктория. Победа. Да, это настоящие Янки. Он в седле, а она пешком. Да, ты прав, доктор. Они всегда так делают. Посмотрите сюда. Думаю, что вы этого никогда не видели. В поселке очень много говорили об этой рыбе. Учитель Марвел утверждал, что это та самая рыба, которая съела Джонаса. Посмотрите, какая она старая. И какой у нее рот. Да, но у нее внутри никого нет. Это мы сейчас проверим. Ради бога. Не тыкайте в меня палкой. Там кто-то есть. Пожалуйста, не тыкайте в меня палкой. Мне больно. Там точно кто-то есть. Ну-ка, кто там? Выходи наружу. Мистер, я ничего не делал. Выходи отсюда. Тебе никто ничего не сделает. Что ты делал внутри? Я работал на мистера-профессора. Сидел в брюхе этого животного. Иногда вылезал оттуда по команде. У меня гениальная идея. Мы можем использовать все эти экспонаты. Верно, Флетти? Ты же хочешь заработать немного денег? Хочу. Если ты позволишь разместить мне эти экспонаты на корабле. Мы устроим отличное шоу. Тогда мы сможем оплатить адвоката для Дюка. Отлично. Почему нет? А тебе нравится? Ты хотел бы здесь работать? Что ты имеешь в виду? Я могу играть на банджи, на гармонике, а также на гитаре. Как тебя зовут? Беннет Соломон. А я могу еще играть. Как тебя зовут? Не понял. Дэвид Беннет Соломон. Но потом я извинил свое имя на Хорхе Линкольн Вашингтон. Ладно, не будем углубляться в Библию. Для меня ты будешь просто Джон. Договорились? Хорошо, сэр, но я не умею плавать. Терпентиновое масло. Хорошо, сэр, но я не умею плавать. Хорошо, сэр. Куда поставить эту вдостующую королеву? Поставь ее рядом с мужем. Всю жизнь я торговал настойкой на этой реке. Но теперь мы можем показать людям эти интересные персонажи. Люди всегда любят смотреть на диковинные вещи. Например, какая женщина тебе больше всего нравится? Покахонтас. Хорошо, мы превратим ее в Покахонтас. Я люблю Покахонтас. Покахонтас мы сделаем из нее Покахонтас. Принеси мне краски, что-нибудь еще. А как звали ее друга? Джон Смит. Хорошо. Я думаю, что и Джон Смит у нас здесь тоже найдется. Так, как звать этого кавалера? Король Джордж, один, два, три. Король Джордж, третий? Никогда о таком не слышал. Мы превратим его в Джорджа Вашингтона. А это кто такой? Рожь больно знакомая. О, это Наполеон. Этого лучше оставить в покое. А здесь у нас что, какая-то парочка святых из библейского сюжета? Думаю, что это уже никого не интересует. А мы превратим их в двух беглых каторжников. Франко и Хаса Джеймса. Великолепно. Весь мир захочет увидеть Хаса Джеймса. Я же тебе говорю, поставить топси около дяди Тома. Что может делать деревенская девочка около Наполеона? А куда мне поставить этого сеньора Гранта? Доктор Джон. Я уже устал его таскать. Гранта? У этого парня плохая репутация. Его не очень-то любят в Виксбурге. Да, они его там хорошо помнят. Не из-за неволи профессор Морелл сбежал из поселка. Я знал одного парня, которого выгнали из Виксбурга, из-за того, что он только похож на него. Какие проблемы? Давайте его переоденем, превратим его в другого человека. Да, видимо, так и придется сделать. Хорошо. Я согласен. Уберите у него изо рта эту сигару и превратите в Роберта Ли. Я ждал. Я ждал, что ты придешь. Мне было одиноко здесь без тебя. Я пришла сказать тебе, мы завтра отплываем. Это так прекрасно. Плавать по реке вверх и вниз. Доктор Джон нашел адвоката. Мы встретимся с ним, как только вернемся. Я бы так хотел поехать с вами. Очень хочу посмотреть ваше шоу. Это очень красиво. Когда я работал в Перевиле, я пошел в салон татуировок. И сделал себе татуировку одну. Ты мне покажешь ее? Хорошо. Видишь, что изображено под этим сердцем? Мое имя? Я здесь научился играть на пеле. Здорово. Сыграешь мне что-нибудь? Пока только одну мелодию выучил. И суди очень строго. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Послушай, Флеттибель, мне очень нравится девушка, которая убирает столы на той стороне улицы. Однажды я увидел ее и помахал ей рукой. Да, но она помахала тебе первой. Я должна идти. Послушай, ты первая помахала мне, но мы еще ни разу не поцеловались. Хорошо. Дай вправо немножко. Подправь, подправь. Так, хорошо. Держи курс. Я, конечно, могу держать курс, но что вы скажете по поводу этой песчаной мели? Какой мели? Эй, эй, давай-ка влево, быстро. Держи вот так, ровнее. У тебя хорошо получается. Возможно, ты будешь скоро участвовать в турнире, как и мы. Я буду стараться, доктор. Пока что ты движешься по реке, как старая черепаха. Но, возможно, скоро станешь лучшим капитаном. Ну, кроме Дюка и меня, конечно. Как бы я хотел вернуться и встретить Дюка? Ну, это вряд ли, наверное. Кто, уже устал от моей компании? Но вы знаете, что это не так. У меня никогда не было своего дома. Я никого не знала ближе, чем вас. Никто никогда не дарил мне такую красивую одежду, как бы подарили вы. Иногда, когда мы идем по вечерней реке, я думаю о Дюке и о всем том, что вы сделали для нас. До этого у меня была совершенно другая жизнь. И я никогда ни за что не вернусь к ней больше. Да, конечно. С Дюком у тебя будет все совершенно по-другому. Держи поровнее, но не прижимайся к берегу. Корабль плывет навстречу. У нас не говорят плывет, у нас говорят идет. Идет встречный корабль. Ты знаешь, что это за корабль? Это гордость под Юка. Старый капитан Эль. Давай-ка поприветствуем эту ржавую посудину. У нас гудок будет посильнее, чем у него. Эй, доктор. Скоро я расстану с этой ржавой посудиной, как только обгоню вас на турнире. Да, посмотрим, как вы будете двигаться в обратном направлении, против течения. Посмотрим. Эй, док, а что это у тебя за музей? Мумию везешь там, что ли? Ты слышишь, что он говорит? Послушай, док, не заходи в Сальт Крик. Они недавно избили там одних актеров, которые приехали со спектаклем. И вы им, конечно, не помогли, потому что вы плыли далеко вперед. Точно. Эй, Мин, ну-ка поправь курс. Капитан Джон, может, нам действительно не стоит заходить в Сальт Крик? Эта старая жаба не знает, что говорит. Сальт Крик – последний поселок нашего путешествия. После этого домой, к дюку. Осторожно, осторожно, никогда так не делай. А то мы налетим на мель, пока будем целоваться и обниматься. Ой, простите, я не хотела. Не хотела? Хорошо, ты сказала, не хотела. Ну, если не хотела, я должен тебе это вернуть тогда. Ну, хватит заниматься глупостями. Пойди и одень красивое платье. Сальт Крик уже на горизонте, а ты еще не готова. Ну что, дадим для приветствия два гудка? Да, друзья мои, сегодня будет очень много народу. Это будет наше лучшее представление. Платибель, поднимайся наверх, на кассу. Все готово. Джон, дави на клавиши, пора начинать. Добрый вечер, добрый вечер, мои друзья, добрый вечер. Добро пожаловать в плавающий музей доктора Джона. Спектакль скоро начнется, просьба приобрести билеты здесь. Никакого спектакля не будет, сэр. Не будет? Интересно узнать, откуда у вас такая информация. Мы разломаем ваш корабль для начала. Да, потом сожжем его. Да, неприятности у вас будет достаточно. Девушку надо облить смолой и обвалять в перьях. Пошли, разберемся с ними. Да что вы хотите? Мистер Джон, они сейчас разобьют корабль. Господин Неффи, они там разбушевались. Капитан Джон и миссис Флекки, они все еще снаружи. Эти люди хотят сжечь корабль. Джесси Джеймс, потрошитель из Канзаса. Я никогда так не боялся в своей жизни. И у них есть пики. А что вы делаете? Давай, помоги, толкай сзади. Поднимите руки и отойдите от корабля. Папа, у них пистолеты. Я вижу, вижу. Еще секунду, я стреляю. Эй, парни, подождите, подождите. Ждите до тех пор, пока я вам не скажу. Пока не стреляйте. Эти люди просто ошиблись. Это не спектакль, это музей. Он для образования. Какого еще образования? Он мне чуть плечо не прострелил. Но вы же хотели поджечь наш корабль. Но мы против спектаклей. Но это не спектакль. Ребята, опустите пистолет, и вы можете случайно кого-то поранить. Они просто охраняют моем музее. В моем музее есть замечательные вещи, которых вы даже в своей жизни не видели. Экспонаты, которые находятся у нас, нет ни в одном музее мира. Правда, дорогая? У нас есть копия доисторического человека, которому 2000 лет. Вы можете войти и увидеть все своими глазами. И вы не заплатите мне ни пенсия, если я не прав. Вы можете вернуться обратно, сжечь наш корабль, если вам наши экспонаты не понравятся. Но я уверен, что вы никогда в своей жизни ничего подобного не видели. Посмотрите на этот экземпляр. Думаете, это рыба? Нет, это не рыба. Это млекопитающее. Она кормит своих детенышей молоком, ровно как корова. Да. И дышит она легкими, так же, как вы и я. А через что же она дышит? Для этого у нее специальное отверстие. И когда она поднимается из воды, она выплевывает из нее воду и вдыхает воздух. И сколько она может не дышать? Довольно долго, час или больше. Вот здесь находится это отверстие. Сейчас мы покажем вам, как это делается. Папа, он выдохнул прямо на меня. Вот это и есть наглядная агитация. Да, действительно, вы рассказали такие вещи, которых мы раньше не знали. Я думаю, друзья, ему стоит заплатить. Рад это слышать. Ну что, соберем в шляпу? Нет, эта шляпа не пойдет. Смотри, сколько в ней дырок. Все высыпется. Проходите сюда, господа. Это Джордж Вашингтон. Я сказал вам снаружи, что у меня есть уникальные экспонаты, и я вам не лгал. Это великий человек, друзья мои, который очень много сделал для нашей страны. Да, настоящий Джордж Вашингтон. Я, простой работяга, стою рядом с Джорджем Вашингтоном. Никто в это не поверит, если я расскажу. Скажите, а вы будете здесь еще завтра? Нет, боюсь, что нет. Жалко. Я бы привел к вам свою жену. Я бы даже и пахать бросил. У нее есть его фотография. И не проходит неделя, чтобы она на него не взглянула. Сожалею, но завтра мы должны быть в Биверслоук. Там нас ждут. Но, может быть, можно состричь немного волос с его головы, чтобы жена мне поверила? Нет, ну что вы, нет. Но я бы был вам очень признателен, если бы вы сделали это. Хорошо, я дам вам немного. Но только ради того, чтобы вам поверила жена. Теперь они ваши. Будьте осторожны с этим волосом. Храните его аккуратно. Господа, пройдем дальше. Обратите внимание на сцену. Флоттибель покажет вам небольшое представление. Господа, генерал Роберт Ли. Смирно! Генерал Роберт Ли. Привет, Флоттибель. Привет, доктор. Здравствуйте, шериф. Привет. Привет, шериф. Я так запыхался, пока эта девушка тащила меня. Так старалась. Наверное, хочет кого-то увидеть. Кардюк. Думаю, что все хорошо. Давно не видел таких счастливых лиц. Хотите поскорее услышать мелодию для пилы? Он чудесно стал играть. Но аппетит у него по-прежнему хороший. Да, но аппетит он никогда не жаловался. Правда, Флотти? А, к сожалению, новости у меня для вас не очень хорошие. О чем ты говоришь? Мы же подли апелляцию. Заплатили адвокату. Я не знаю почему, но суд отклонил апелляцию. Откуда ты это знаешь? Я не слышал решения, но у меня есть приказ. Доставят дюка завтра в тюрьму Баттон Руш. Дюк. Дюк. Флотти, дорогая. Дюк. Это что, правда? Боишься, что да. Они не могут так поступить с тобой, Дюк. Не плачь, дорогая. Я совершил преступление. Ты должен отвечать. Я предпочла бы умереть, если мы не будем вместе. Какая же ты стройная, моя милая. Моя Бонни Лу выходила замуж в этом платье. Теперь я вижу, насколько она была полнее тебя. Очень красивое платье. К этому платью очень не хватает цветов. Эдим Эй, малышка, пойди посмотри, есть ли у нас там цветы. Хорошая девочка. Дюк, ты увидишь, это будет замечательная свадьба. Ты уже тринадцатый человек, которого я женил до приговора. Это уже рекорд, тебе не кажется? Могло бы быть и четырнадцать, но они забыли принести книгу. И одна запись была потеряна. Все свадебные церемонии, которые я совершаю, отмечены в моей семейной Библии. Для того, чтобы все могли прочесть, когда и что произошло. Девочка моя, ты расставил цветы? Очень хорошо. Доктор, у нас есть рояль? Ну, кажется, все готово, чтобы начать. Какую музыку ты приготовил для выхода невесты? Песни голубки. Ну что ж, ладно, сойдет. Нам нужна музыка, когда пойдут молодые. Иди к рояле, милая, мы сейчас начинаем. Мама, мама, вы готовы? Да, мы ждем только вас. Еще пару минут, и вы поженитесь. Осталась одна мелочь. Так, запись мы сделали. Боб, проводи парней. Хорошо, парни, проходите, садитесь, соблюдайте тишину. Мы начинаем церемонию. Док, правда, это торжественная минута. Вся термаза вас рада. Да, точно. Иди вперед, дочка, не бойся. Эдимей, начинай. Друзья мои, мы собрались здесь перед глазами Господа. И нашими глазами, с целью объединения этого мужчину и эту женщину в святом браке. И это прекрасно. Ибо сказано в Библии, что каждое человеческое существо, живущее на этой земле, должно найти себе пару. Слова эти сказаны Господом не просто так. Они определяют смысл нашего бытия. И даже когда Бог поместил Ноя на его ковчег, Он разрешил ему взять каждой твари по паре, чтобы даже звери не были одинокими. И в этот замечательный день свадьбы Дюка и Флеттибель, хочу сказать одно. Вы берете себе в мужья очень достойного человека, сеньора. Хочу сказать буквально несколько слов о Дюке. На моем веку я не встречал более честного человека, чем Дюк. Это верно, как то, что я вижу вас перед собой. Очевидно, вас сильно огорчает то, что Дюка ждет виселицы. И это несправедливо. Но это ничего не имеет общего с нашей церемонией. Верно, Док? Итак, Дюк, хочешь ли ты взять эту женщину, законные и верные супруги, до тех пор, пока смерть не разлучит вас? Да, хочу. Хочешь ли ты, Флеттибель, взять мужья Дюка и стать его верной женой, пока смерть не разлучит вас? Да, хочу. У вас есть кольца, Дюк? Хорошо, оденьте невесте на палец. Вы, невеста, сделайте то же самое. Итак, разрешите мне объявить вас мужем и женой, пока смерть не разлучит вас. Можете поцеловаться. Можете поцеловаться. Можете поцеловаться. Скорее, Дюк. Он уже прибывает. Да. Чертов пояс, он прибыл вовремя. Дюк будет батон руж до полуночи. Извините, мне неприятно это делать, но закон есть закон. Ты сделал все, что мог, Руф. Я не дам ему убить тебя, Дюк. Осторожно, Флетти. Дюк, пожалуйста, сядь в поезд. Беги, Дюк, беги. Дорогая, я очень люблю тебя. Но это создаст лишние неприятности тебе и дяде Джону. Я также не хочу неприятностей для вас, Руф. Нет, я на вас не обижаюсь. Я также не буду писать это в докладе. Она хотела помочь ему убежать. Я ее понимаю, ведь она так любит его. Не плачь, дорогая. Руф не будет тебя за это преследовать. Я думаю, что любая жена поступила бы так же. Пассажиров просят пройти на посадку. Все, ребята, садимся. Больше не можем опаздывать. Давай, Дюк, подымайся. Не расстраивайся, милая. Знаешь, что мы сделаем? Мы сядем в наш пароход и будем плавать по реке вперед и назад, пока не найдем пастыря, единственного свидетеля. Мы обязательно найдем его. Я тебе обещаю. Эй, братец, ты не видел пастыря здесь? Да, сеньор. Я видел его на крестинах неделю назад на болотах. Эй, друзья, ничего не знаете о пастыре? Где он? Да, он был здесь две недели назад, но уехал. Больше я о нем ничего не знаю. Дядя Джон, посмотрите, там что-то происходит. Что? Похоже на крещение. Тогда он точно должен быть здесь. Давай, давай, причаливай. Посмотрим. Он наверняка здесь. Эй, братья, что у вас происходит здесь? Это ваш новый Моисей? Нет, какой Моисей? Я новый Элия. Аллилуйя, аллилуйя. Элия, здесь у них свой пророк. Не пойму, есть тут люди или нет? Чего-то никого не видно. Эй, ребята, нового проповедника не встречали? Нового нет. Мы обычно старого видим, когда сильно выпьем. Какой забавный человек. Эта шутка очень старая. Как и тот пророк, который вам является. Кажется, мы потеряли его, Флетти. Но у Дюка осталось очень мало времени. Да, я знаю. Я не перестаю думать об этом, ни днем, ни ночью. С тех пор, как это началось. Я уже не знаю, что делать. Я просто не смогу жить, если они повесят этого парня. Я тоже не смогу. Они не повесят Дюка. Я не знаю, как мы спасем его. Но они его не повесят. Ну что же делать? Одному Богу известно. У нас осталось только два дня. На-ка, подержи руль. Мне надо сосредоточиться. Я должен подумать. Знаешь, что я сделаю? Я пойду и встречусь с губернатором. Он что, может помочь? Да, я пойду. Я думаю, что он не забыл старых солдат. Ну что ты думаешь? Я просто приду к нему, напомню ему о сражениях в Шайлот. Мы тогда славно повоевали там. Я скажу ему, что мы не нашли этого нового проповедника. Но он должен быть свидетелем. Он все знает, что Дюк не виноват. Давай, возвращаемся обратно. Крути быстрее. Черт возьми, а что этот пароход здесь делает? Он что, не знает, что у нас соревнования? Назад! Назад! Что это он там машет нам? Он что, не разрешает нам зайти? Назад! Назад! Я сказал, назад! Очистить реку! Эй! Что вы там машете? Мы идем вверх по течению. Река очищена для соревнований. Ни один корабль не может пройти здесь, пока они не закончатся. Через несколько минут здесь появятся другие пароходы. Убирайте ваш курятник. Что он сказал? Курятник? Да как он смеет. Да кто он такой? Продолжать движение. Почему вы не возвращаетесь? Я сказал вам идти вниз, а не против течения. Да потому что ты назвал наш пароход курятником. Вы что, английского языка не понимаете? Назад, я сказал. Ах ты сволочь! Итак, господа капитаны, соревнования начинаются при первом выстреле пушек. Судно, которое приходит первым в Баттен Руш, выигрывает соревнования и получает большой приз, который губернатор лично вручит победителю. Ну-ка дайте пройти. Почему мне не дают встать на якорь здесь? А вы что, участвуйте в соревнованиях? Нет, я не участвую, но какое-то имеет значение. Мне просто надо доплыть до Баттен Руш. Нет, у вас ничего не получится. Я знал, что ты притаешься последним. Что, жаль терять свой старый курятник? Это не курятник. Если хочешь, он может подтягаться с твоим пароходом. Да, я помню это. Мы даже хотели заключить пари, если ты помнишь. Победитель остается с двумя пароходами. Да, я помню. Ты думаешь, я забыл? Я согласен на это пари. Посмотрим, как ты сможешь обойти мой курятник. Занесите меня в список. Я, конечно, очень тороплюсь. Но во сколько начинается соревнование? Сержант Беннетт даст залп через пять минут. Но мне нужно еще загрузить дрова. Может, вы дадите мне немного времени? Это тебе не по кахон-то сторговать. Здесь нет отговорок. Ты нас не догонишь, даже если крылья у тебя будут. Все остается без изменений. Стартуем по сигналу пушки. Итак, друзья, поднимайтесь на свои корабли. Скоро начнем. Я пойду первым. Не хочу, чтобы этот плавающий музей с манекенами обогнал меня. Приготовились, капитан. Пушка сейчас выстрелит. Эй, там внизу, приготовьтесь. Для того, чтобы пройти в Ботон Руш, нам придется участвовать в этих дурацких соревнованиях. Да, но мы не запаслись дровами. Приделось идти так, как есть. Эй, доктор. Держитесь ближе к берегу. А то, когда ваш курятник развалится, мы не сможем проехать. Заткнись, старый перечник. Как он мне надоел. Эй, Ив, будь готов. Машина на максимальную мощность. Ну-ка, подвинься, малышка. Здесь нужен профессионал. Сейчас ты увидишь красивый проход. Мы должны обойти эту горность под юг. Дядя Джефф, отдать концы. Дядя Джефф, отдать концы. По-моему, мы самые первые. Сейчас я посмотрю снаружи. Это корабль «Чероки». Он отстал. Мы идем самые первые. Здорово. Так держать. Но гордость под юг начинает нас догонять. Боюсь, что скоро он нас догонит. Надо поднажать как следует. Бросайте дрова побольше. Самые большие поляну выбирайте. Мы идем первые, но нужно удержаться. «Чероки» нас догоняет. Вызови Ифа. Скажи, чтобы закинул все дрова в топку. Иф, все дрова в топку. Полный ход. Я все думаю, где мы разместим почетную грамоту, которую получим за это соревнование. Может быть, в конторе? Нет, капитан. Я думаю, что лучше все разместить ее здесь. В рубке. Да, правильно. Дядя Джон, смотрите. Это же проповедник. Что? Да, это он. Давай причаливай, причаливай. Поворачивай к берегу. Мы не должны его упустить. Поворачивай, поворачивай. Благословляю вас. Благословляю вас на этот поход. Мир вам. Удачное плавание. Благословляю вас. Аллилуйя. Держите его, держите. Смотрите, чтобы не утонуть. Святой Отец, Святой Отец, вы живы там? Давайте доставайте его скорее, как бы он ни захлебнялся. Быстрее, быстрее, тащите. Слава Богу, вы живы. Это все происки дьявола. Слава Богу, аллилуйя. Благословляю тебя, сынок. А что ты здесь делаешь? Помогаю выиграть одно пари. Пари? Это все от лукавого. Нет, нет, Святой Отец. Мы здесь для того, чтобы спасти Дюка. Они могут завтра повесить его, если вы не подтвердите, что все видели. Мне сказать об этом губернатору? Да, конечно. Я спасу его душу. А потом расскажу все губернатору. Абсолютно не важно, в каком порядке вы это сделаете. Мистер Моисей, может быть, вы хотите воды или еще что-нибудь выпить? Хорошо, что мы не ударились об этот причал. Аллилуйя, аллилуйя. Отдавайте все дрова в котел, быстро. Заодно и корабль полегче станет. Вы здорово нам помогаете, Святой Отец. Аллилуйя, аллилуйя. Нам нужно еще дров. Пускай все сгорит в гиене огненной. Скорее, нам нужны еще дрова. Давайте ломайте палубу, быстро. Бросайте в топку все, что горит. Нельзя сбавлять скорость. Аллилуйя. Еще больше древесины, еще больше. Вот так, малыш. Ты можешь осторожно пройти по этому краю. Главное, не сядь на отмель. Двигайся точно за ним. Хорошо, я поняла. Думаю, что это пока самое лучшее, что мы можем сделать. Поберегись! Отлично, рубите, ребята. Эй, Минг, если я засну, вытащи у меня сигару изо рта, хорошо? А то я сжег уже 3-4 таких корабля. Минг, если я засну, вытащи у меня сигару изо рта, хорошо? Доброе утро, Минг. Доброе утро, капитан. Хорошо поспал, прям чувствую себя отлично. Добрый день, капитан Аллилуйя. Как спалось, хорошо? Какого дьявола? Флэш! Флэш, возьмите топор! И снимите эту старую шаланду с моего крюка. Док! Док! Вы знаете, вы старая сволочь. Вы старый обманщик. Вы играете нечестную игру. Вы правы, капитан Аллилуйя. Я бы, наверное, тоже расстроился, если бы тащил вас на буксире всю ночь. Сын мой, зачем вы так долго смотрите на эшафот? Я не смотрю на эшафот. Я смотрю на реку. Я был уверен, что дядя Джон и Флэкки приплывут сегодня. Не расстраивайтесь, сын мой. Возможно, что-то задержало их. Но они скоро прибудут. Сколько у меня осталось времени? Еще пару часов. Позволь пока прочесть тебе молитву. Хорошо, святой отец. Капитан, огонь гаснет. Бойлер уже остыл. У нас ничего не осталось, что можно сжечь. Так сожгите музей. А как же договор? Святой отец отпустит нам все грехи. Хорошая идея. Капитан приказал сжечь музей. Все бросаем в топку. Музей? И что, и Джорджа Вашингтона тоже? Да, я думаю, он будет хорошо гореть. Святой отец, это госпожа Картье Матиньон. Да, очень хорошо. Но это же бесценные экспонаты. Оставьте хотя бы вот эту синьориту. И вот этот мистер мне очень нравился. Куда вы меня несете? Не бросайте все в топку. Это же музейные экспонаты. Умоляю вас, мистер Ив. Аллилуйя. Благословляю вас, аллилуйя. Давайте начнем вот с этого. У него лицо как будто у пьяницы. Хорошо, в топку его. Туда. Возьми в сторону, Минк. Отрежем его по кривой. Эй, Клем, выжмите все из этой машины. Возьми еще двух помощников. На максимальную мощность. Скорее, скорее, мы их обходим. Все замечательно. Добавьте еще, мы их почти обошли. Аллилуйя, сын мой. Аллилуйя, во славу Господа. Господин Ив, откройте топку, я брошу еще. Пускай получше разгорится. Что-то не так с этими манекенами. Они что-то плохо горят. Поддайте, поддайте еще, они нас обходят. Мы точно отстали, я вам говорю. Добавьте еще пара. Если мы будем так двигаться, мы никогда к финишу не придем. Зря только сожгли мои любимые манекены. Возьмите штурвал, Минк. Отлично. Они очень далеко от нас. И уже вряд ли догонят. Зря ты со мной связался, Джон. Что, неужели нечего сжечь, чтобы мы пошли немного быстрее? Мы сожгли все, но пары недостаточно. Стрелка даже не поднимается. Это чудовищная несправедливость. Мы опоздаем в Боттон Руш, и они повесят Дюка. Сейчас нас может спасти только молитва. Брат Ив, что ты пьешь? Это медицинская настойка. Ты меня обманываешь, брат Ив? Это ром, напиток дьявола. А неплохое пламя дает Покахонтес. У нас же есть 40 литров. У нас есть 400 литров. Так чего же мы ждем? Аллилуйя! Давайте покончим с дьявольским напитком, с этим проклятым ромом. Братья мои, благословляю вас. Уничтожим весь ром. Аллилуйя! Бросайте его в топку, братья мои. Благословляю вас. Но это же очень опасно. Возрадуемся, сыны мои. Аллилуйя! Давайте, давайте, больше огня, больше. Давайте, давайте, братья мои. Не останавливайтесь. Пускай пламя разгорается сильней. Благословляю вас. Капитан, манометр самой высшей точки. Давайте, давайте, ребята, обгоним их. У нас еще есть спиртное. Боже всемогущий. Минк, иди сюда, посмотри. Ты видел этот дым? Клем, Клем, добавь в топку древесной смолы. Да, один баррель древесной смолы. И становится жарковато. Прямо как у меня на родине. Братья мои, уничтожим весь ром. Да спасет нас Покахонтас. Аллилуйя, братья мои. Уничтожим дьявола спиртного. Давайте, давайте, не оставим ни капли дьявольского напитка. Пускай весь сгорит в топке. Станьте на путь праведный. Ни грамма алкоголя. Аллилуйя, братья мои. Бинг. Они обходят нас. Батонруш. Мы входим в Батонруш. Мы обошли гордость под югом. Они у нас на хвосте. О, Боже всемогущий. Взгляни на сыновей своих. Извините, уважаемый. Скажи мне одну вещь, дюк. У тебя есть какое-то последнее желание? Я бы хотел увидеть финал соревнований. У меня нет никаких возражений по этому поводу. Руфи сказал мне, что ты очень хорошо вел себя в тюрьме. Да, он отличный малый. Я бы не отказал ему в этом желании. Ну что ж, я тоже не откажу. Мне нравится твое желание. Пойдем, дюк. Посмотрим финал. Спасибо, сэр. Ну что ж, пойдем, парень. Вон они идут. Ну что ж, ты посмотрел финал, теперь пойдем. Один момент. Это не гордость под югом. Это королева Клэримор. Я знал, что они победят. Клэримор. Клэримор. Ну прощай, дюк. Святой Отец, подождите минутку. Отче наш, посмотри на своего сына и укрепи его в эту трудную минуту. Эй, подождите, подождите. Остановите казнь. Вы не можете его повесить. Я главный свидетель. Гордость под югом. Конец фильма. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok